Она на ее вершине, на третьем ярусе, колокол весом 5 пудов, которая называется «Русская свеча». Каким образом она строилась в Ландогорке? У нас есть такой интересный историк Павел Платонов, который является членом императорского православного палестинского общества. Он работает иногда на этой экскурсии с Атлантисом и он рассказывает, как это строилось. То, что он изучал документы. Но вот как затащить колокол на эту высоту? То есть здесь три яруса. Так они говорят, на один ярус затащат, закроют полами ярус. На следующий ярус затащат, закроют полами. И так до третьего яруса. Паломники, которые не могли добраться до духовного луга паломнического реки Иордан, там где все эти знаменитые монастыри, они хотя бы отсюда поднимались и смотрели. Сейчас, правда, не пускают, но цель была такая. Отсюда, чтобы можно было хотя бы увидеть Иорданскую долину, вот этот район, где монастыри находятся, и река Иордан. Дар купца Румянцева. Колокол на вершине. Тоже видите, меценаты участвовали в постройках этих церквей. Такая вот интересная история. Ее недавно реставрировали. Она полностью прошла реставрацию. Пошли дальше.